Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заговорил об угрозе для Беларуси со стороны НАТО. Якобы Польшу и страны Балтии, говорит Лукашенко, превращают в плацдарм НАТО. Совокупный объем оборонных расходов стран НАТО в текущем году впервые в истории блока составит около 1 трлн 200 млрд евро. Кроме того, Брюсселем принято решение увеличить численный сил немедленного реагирования до 300 тыс. человек. В настоящее время их 80 тыс. Преобразовать миссию НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии в военную операцию, а также реорганизовать развернутые у Польши и прибалтийских государств боевые группы формирования бригадного уровня. Со слов Батьки, риск военных инцидентов на белорусско-украинской границе достаточно высок. Ряд соседних стран, говорит белорусский диктатор, вооружены до зубов, а у границ его страны огромная численность войск. НАТО, конечно, с подачи штатов настойчиво декларирует необходимость интенсивной милитаризации Европы. Чтобы вы понимали, делается акцент на наращивании именно ударно-наступательного потенциала. 18 государств-альянцев, включая Польшу и страны Балтии, в текущем году намерены довести объемы военных осигневаний до уровня повыше 2% от ВВП. Ну а дальше Лукашенко на все это пригрозил ядерным оружием. Любое неосторожное слово движения может начаться открытое вооруженное противостояние вплоть до применения ядерного оружия. И если ситуация сложится угрожающе, прежде всего, чего они хотят для внутренней ситуации в России, Россия применит весь арсенал, которым она обладает. Если Россия использует ядерное оружие в ответ на действия Запада, говорит Батька, начнется апокалипсис. Это будет апокалипсис. Для этого все готово. Но эксперты уверены, подобными заявлениями Лукашенко нагнетает ситуацию в пользу диктатора Владимира Путина. Киевизация в последнее время Лукашенко свидетельствует о том, что Кремль усиливает давление на белорусского диктатора. Ясно одно. Все, что говорит Лукашенко, велел ему его хозяин Путин. Очевидно, что Лукашенко получил задачу от Кремля создавать видимость угрозы со стороны Белоруссии, ну просто для того, чтобы растягивать украинские силы, чтобы Украина была вынуждена и дальше держать на границе с Белоруссией определенные воинские подразделения, которые она могла бы использовать, например, на востоке страны. Лукашенко, он в принципе в нынешней схеме, в нынешней политике Кремля выполняет функции такого себе своеобразного чучела. Чучела, которое они периодически достают во всех непонятных ситуациях. А еще ясно, что подобные заявления Лукашенко ориентированы не на Украину, а на партнеров Киева, ЕС и НАТО. Лукашенко говорит, что как будто бы дроны из Литвы летят по Минску. Это такие сигналы, мол, уменьшайте поддержку Украины, давайте о чем-то договариваться, поскольку РФ может распространить ядерное оружие. Это сценарий такого плана Б от Путина. Если в Украине что-то идет не по плану, нужно распространить на Литву и шантажировать Запад. Нужно поугрызать ЕС и НАТО. Опять-таки Лукашенко говорит про Сувалгский коридор. «Нужно создать очередной виток ядерной угрозы, заявляется о перемещении ядерного оружия в Беларусь». Он совершенно не самостоятельный, но он пытается лавировать и таким образом сохранять власть. Поэтому он выполняет все требования из Кремля, но при этом пытается их делать таким образом, чтобы на самом деле никуда не втягиваться напрямую. Но по факту он, наверное, хочет максимально дистанцироваться от всего происходящего в сопредельных государствах, сохранить свою власть. Польский генерал и бывший, командующий сухопутными войсками Польши, заявил о необходимости минирования границы с Россией и Беларусью уже сейчас. Однако конфликт России с НАТО кажется ему маловероятным. Об этом он рассказал в интервью изданию «Делфи». Опыт войны в Украине показывает, что знания о том, как строить укрепления, оборонные позиции, минные поля, чтобы остановить врага, снова актуальны. Я считаю, что польские и литовские границы с Россией нужно укреплять, размещать эшелонированные минные поля уже сейчас, в мирное время. Генерал считает, что Литва и Польша должны начать строительство уже сейчас. И хотя, говорит, у России нет потенциала для начала этой войны, однако Европе все равно необходимо готовиться и наращивать вооруженные силы. И прятать это не надо. И Лукашенко, и Путин должны знать, что если они будут решать начать войну, их войскам придется преодолевать настолько укрепленные районы, что это потребует огромных жертв со стороны их военных. Мы не хотим войны. Не дай бог война, вы, я и молодежь, мы будем первыми там, на линии огня. Грязными, замызганными, возможно, вшивыми, неумытыми, голодными, полуголодными сидеть в этих окопах. АПЛОДИСМЕНТЫ